Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Сегодня последний день осени, но пока ни у кого нет зимнего настроения. Народная примета гласит, если сегодня хорошая погода, к хорошей зиме. Плохая погода, естественно, к плохой зиме. Какая погода в этот день, такая и будет зима. Но немного вас хочу огорчить. МЧС информирует, сегодня и завтра в южных и центральных районах Карачаева-Черкесии ожидается местами очень сильный дождь и мокрый снег. И официальный прогноз от синоптиков. В Карачаево-Черкесии облачная дождь, ночи в горах с мокрым снегом, местами сильные. Днем в центральных и южных районах очень сильные осадки, дождь и мокрый снег. Ветер западный 7-12 метров в секунду и порывы будут до 15-20, а в горах они будут достигать 27 метров в секунду. Температура ночью плюс 4-9, в горах минус 1-4, днем 9-14 со знаком плюс и местами до плюс 8. В Черкесске облачная, ночью небольшой дождь, днем также будут осадки, ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью 6-8, а днем 11-13 выше нуля. Жизнь – это бесконечная дорога с крутыми поворотами, тупиками, неожиданными открытиями. Это лабиринт, за каждой дверью которого скрывается новый мир, полный тайны загадок. Самое главное – история не просто наших предков, но и всего человечества. Безусловно, как наука, история состоит из фактов, событий и дат. В год восстания декабриста в Санкт-Петербурге на месте будущего Черкеска было решено построить первое сооружение. Исторические страницы республиканской столицы открывает шерифат Лепшокова. 200 лет назад на месте этого сквера была пустошь. Первые поселенцы, а это были Хаперские, и кубанские казаки появились здесь после 1825 года. А за 35 лет до основания станицы в этих местах была одержана победа над армией турецкого военачальника Батал Паши. Редкий случай, когда новый населенный пункт был назван в честь побежденного. Краевед Андрей Печенкин не один год занимается историей родного города. Позади огромная работа по сбору материала в архивах Черкеска, Ставрополя, Астрахани. Наряду с обнаружением ранее неизвестных фактов, его память хранит и личные воспоминания. Это рассказы деда об укладе жизни казаков в станице Батал Пашинской. По давней традиции, обживаясь на новом месте, люди в первую очередь строили храм. Казаки не стали исключением. Поэтому первым зданием будущего Черкеска стал наспех срубленный небольшой молитвенный дом, в котором жил священник Корнелий Мышляев, прибывший вместе с казаками из станицы Воровсколесской, нынешнего Ставропольского края. Там же на месте современного центрального парка в 1843 году появилась первая деревянная церковь – Покровская. После строительства в 1901 году Николаевского собора прежний храм был разобран и перенесен на другое место. Он по сей день стоит на проспекте Ленина в районе Комсомольца. А тогда со строительством первого храма появилась и ограда. На почитаемом станичниками месте были захоронены видные деятели того времени. Андрей Печенкин выяснил – их было 27 человек. Многим известно, что пристав Карачая Николай Петрусевич был похоронен в восточной части нынешнего парка. Но свой последний приют здесь нашли еще четыре генерала. Это Иван Фисенко, Константин Никитин, статский советник Григорий Громов, почетный гражданин Баталпашинской, диакон Андрей Школьников. В 1864 году ставший начальником станицы полковник Алексей Даркин. Через сто лет его имение вместе с хутором Бочаровым будет преобразовано в село Николаевское. Почему я занялся этим вопросом? Мои предки по материнской линии также проживали здесь. В то время в станице Баталпашинской они знали друг друга, тем более казачьи семьи. Они общались. И когда в 1980 году вот на этом месте, где находится вот это небольшое сооружение, это был пульт управления цветомузыкальной установки для тогда строящего фонтана, 1980 год. Были скрыты два склепа. Я стал очевидцем, будучи подростком, десятилетним очевидцем этого факта стал. Конечно, тогда этот вопрос был закрыт. Но мой дед еще, будучи живой, конечно, он это все знал. Он мне перечислял фактически все фамилии, которые здесь были погребены в ограде собора. Рассказал краевед еще об одном из основателей города, о мировом судье Иване Кравцове, который много занимался общественной деятельностью. В 1964 году его имение Кравцовское, а также хуторы Притулинский и Уклевинский преобразуют в село Холодно-Ротниковское. Андреем Печенкиным был найден и уникальный документ. По именам список похороненных в Станице-Баталбашинской на имя великого князя Николая Михайловича, дяди императора Николая II. Высокий сановник был председателем исторического общества. Документ был предоставлен ему для работы. Можно сказать, что отсюда был дан отчет строительству нашему городу. Более того, его можно назвать наш парк сердцем нашего города. То есть происходило изначально все здесь, на этом месте, в Центральном парке нашего города. Поэтому место для нас является очень памятным, очень знаковым. Это место, это непосредственно имеет прямое отношение к культурным корням казачества. И поэтому мы были бы очень благодарны со стороны администрации города, если бы место в Восточной парке города Черкеска было обозначено каким-либо памятным знаком. Шерифат Лепшокова, Роберт Джагутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас из-за республиканской столицы мы переносимся в Архыз. На днях там прошел региональный молодежный форум «Межкультурный диалог». Форум собрал 50 молодых людей, жителей Карачаевой Черкесии, разных национальностей, студентов, ведущих учебных заведений республики. Основными темами форума стали межэтнические отношения, профилактика экстремизма, молодежность среди, сохранение этнокультурного и языкового разнообразия региона. В рамках мероприятия были организованы выставки тематических проектов, пленарные заседания, круглые столы и лекции, тренинги и мастер-классы. Спикерами и экспертами форума выступили преподаватели ведущих российских федеральных и региональных вузов, представители различных министерств и ведомств республики, прокуратуры, государственных агентств по национальной политике и делам молодежи. Помимо основных тем форума, спикеры рассказали участникам об основных написаниях проектов. Региональный молодежный форум «Межкультурный диалог» традиционно проводится с 2017 года. За это время в нем поучаствовало более 300 человек из разных регионов Северного Кавказа. Мероприятие организовано Министерством Карачаева-Черкесии по делам национальности, массовым коммуникациям и печати в рамках реализации государственной программы и реализации государственной национальной политики Российской Федерации. «Именно ваше поколение очень ярко столкнулось с всеми сложностями выбора. То количество различных сценариев жизненных, которые вы можете перевеснуть буквально, зайдя на несколько часов в интернет, все это требует от вас в определенном смысле такой очень мощной устойчивости. Потому что, к сожалению, как полезных вещей в глобальном информационном поле много, так и невероятно сложных, иногда подчас сильно завуалированных каких-то соблазнов, которые могут привести к каким-то катастрофам личным, общественным. И вот именно сейчас, когда мы стоим каждый раз, выходя во внешнюю среду перед таким выбором, надо определиться с какими-то якорями, которые будут удерживать вас в верном русле, которое не навредит вам в будущем, вам, будущим поколениям. И, безусловно, такими маяками являются наши исторические, культурные ценности. Уникальные и фактически такие ключевые, наверное, в жизни каждого человека философские высказывания наших историков, наших мыслителей, которым всегда можно обратиться за некой такой подсказкой, как сейчас в популярных шоу говорят, можно звонок другу сделать, а, или помощь зала. Вот очень важно, чтобы у вас были такие маяки, которые всегда помогут. Профессий и увлечений на свете много. Наш сегодняшний гость, известный в республике предприниматель, но помимо основной деятельности, у него есть очень интересное и в то же время экстремальное увлечение. Он уже несколько лет занимается джипингом. Буквально за пять лет Роберт Богатырев завоевал более ста кубков и несколько раз уже становился победителем СКФО и ЮФО по джип-спринту. Откуда эта тяга к экстриму и куда его зовут дороги? На эти вопросы в эти минуты в нашей студии Роберт Назирович расскажет. Мои соведущие были Джозаевы, они уже в нашей студии. Доброе утро, вам слово. Доброе утро всем. Доброе утро, Роберт Назирович. Доброе утро всем. Благодарю вас за то, что вы нашли время, пришли к нам в гости, тем более вы у нас впервые. И повод у нас такой. Не ваши занятия бизнесом. Хочу сказать о том, что вы предприниматель. И даже в советские времена, наверное, уже вы этим увлекались, потому как закончили Ленинградский институт торговли имени Энгельса. Но сейчас, в последние годы, вы почему-то решили помочь своей профессиональной деятельностью каким-то увлечением, скажем так. А увлечение – это джиппинг. Чисто мужское такое увлечение. Причем на профессиональном уровне. Хочу сказать также о том, что буквально за 5-6 лет у вас более 100 кубков. Ну, я считаю, что это показатель, конечно. Скучно стало сидеть в офисе? Цифры считать, подсчитывать? Ну, наверное, нет. Наверное, что-то проснулось другое. Ну, рассказывайте. То, что в детстве и раньше возраст пришел же, и что раньше не было у нас в жизни, вот оно только начало развиваться с 15-го года, так, на официальном уровне. Так вообще единичные случаи были с 2008-го года. Ну, это кто-то как-то неофициально у себя устроит соревнования, и туда наши подтягивались. Ну, я начал подтягиваться с 14-го года. А официально пошла тема уже с 15-го года. И вот... То есть вы официально выступаете, профессионально, в команде, да? Да, официально. В команде КЧР, клуба 4х4, с 15-го года, кубки СКФО и кубки ЮФО. А сколько у нас клубов? В КЧР один, 4х4. Ну, кто вас привел? Как вас увлекли? Как вы об этом узнали? Ну, вот раньше председатель федерации у нас Лепшоков Батыр, один из начальных организаторов, кто это. Потом Бурлаков Ахмат, Казанлиев, Байрамкуловы. Вот они были родоначальники. Так сказать, я подтянулся к ним уже чуть позже. На каком транспорте осваиваете просторы Родины? УАЗик Хантер. Ну, вы его как-то приспосабливаете под себя или что-то вот... Вот покупаете этот УАЗик? Кстати, они продаются сейчас, УАЗики? Ну, УАЗики продаются, да. Они современные? Они современные. Ну, это и Патриоты, и Хантера современные, которые, ну, типа под иномарку джип сделаны. Но все равно по асфальту они отстают от них, от иномарок. Но по джиппингу они могут им вполне составить конкуренцию. То, что мы и делаем. Джиппинг – это езда поездорожью? Да. С преодолением всяких преградностей. Воды. Ну, вот спокойно людям не живется, да? Ну, получается, да. Некоторые говорят, что вы жиру беситесь. Да, да. Просто в детстве любой пацан начинает всегда... Когда в машину садится, он что-то за руль прыгает, правильно? Да, да. И все время вот эти рычаги туда-сюда нажимает. Ну, хорошо. Поехал, сел, поехал. Это одно. А вот эти всякие адреналина не хватает, да? Не хватает. Как получается? Мы вот там нажимаем на газ, а когда выезжаем на асфальт, мы очень аккуратно ездим. Потому что у нас все осталось там. Точно. Ну, если надо, мы можем и по Ленина проехать. Нет, не надо, наверное. Иногда молодежь спровоцирует. Вот где вы побывали? Что вы видели? Что запомнилось? Какие города, какие края, какие республики? Ну, побывали ЮФО и ИСКФО. Начиная от Воронежа до Волгограда, Астрахань, Дагестан до Каспия. Вот этот весь Кавказ, так сказать, от Черного моря до Каспийского моря, мы хорошо проездили и во многих местах победили. А дальше не хотите проехать? Куда-то вглубь России, например? Вот как у нас таких соревнований похожих пока нет. Есть чемпионат России, но там чуть-чуть другая тема. Там они едут в лес, в горы и собирают точки через компьютер. Там чуть-чуть другое направление. А у нас чисто вот стартанул, прогонял и финишил. У вас есть определенные маршруты? Да. Вот организаторы соревнований, кому мы едем в гости, они делают трассы. Трасса бывает от одного до двух с половиной километров. А кто за вами следит? Кто за вами гоняется? Ну, из других команд вы имеете в виду? Нет, нет, я имею в виду судьи. Судьи. Вот местные организаторы через каждые 100-200 метров, чтобы они друг друга видели, ставят на трассе, стоят и смотрят. Чтобы мы не вышли из колеи, ну, не оборвали ленточку или колышек. Вашей основной деятельности профессиональной, вам это как-то помогает? Ну, наверное, помогает. В том виде, вот если человек приходит, он сел и, наверное, как сказать, он не меня замечает в первую очередь, а сначала видит вот эти блестящие штучки. И разговор у нас всегда начинается от этого. Где был? Где был? Это что? Как? Купил, подарили там. И объясняешь. И к концу разговора, эти 5-10 минут, мы уже друзьями становимся. И он почти получается наш клиент. То есть, жиппинг объединяет людей? Объединяет, объединяет. А вам за это деньги платят? За это не платят. Пока все уходит на минус. Ну, просто увлечение. Просто увлечение, да. Как вы себя на старт настраиваете? Стараемся глубоко дышать. Ну, и думаем, что на Всевышнего молимся. И главное, чтобы у нас ничего не сломалось, получается. Надеемся. Один едете? Нет, со штурманом вдвоем. Первый пилот, второй пилот. Или пилот и штурман. Вот здесь в грамотах написано по два человека. Он следит, он говорит, там налево, там направо, тут прямо. Можешь притопить. А какая вот самая максимальная скорость у вас? До 100. Ну, просто там еще препятствия. Да, это по бездорожью. Это извилистые овраги, то, сё. Это подбираешь. Ну, чтобы так сказать, на второй скорости выжимает он 90. На третий, ну, уже по полю, 160. А четвертая, пятая мы и не пользуемся. А у вас есть какая-то мечта где-то проехаться? Допустим, пустыня какая-то где-то? Мечта есть. По пустыне Сахар бы на Дакаре попробовали. Не знаю, что там получится, но я думаю, мы от них не отстали бы. Я нисколечко не сомневаюсь. Я желаю вам, конечно, осуществления вашей мечты. Спасибо. Попутного ветра. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам. Всем крепкого здоровья. Спасибо. И долгих лет жизни. Спасибо. Спасибо. Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил. Эти слова маленького принца из произведения Антуана де Сен-Экзюпери стали девизом сегодняшнего дня. Сегодня во многих странах мира отмечается День домашних животных. Он посвящен всем домашним человекам-животным и служит напоминанием всему человечеству об ответственности за братьев наших меньших. Существует ряд правил, которыми должен руководствоваться каждый, кто хочет завести или уже имеет домашнего любимца. К тому же статья 245 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание тем, кто своими хулиганскими действиями, садистскими наклонностями, корыстными побуждениями причиняют увечья животным, либо доводят их до гибели. Надо сказать, что кошек, собак, кроликов, попугаев и другую живность россияне очень любят. Ежегодно в День домашних животных силами общественных, экологических, образовательных организаций и структур проводится множество мероприятий. Круглые столы и семинары на тему заботы о домашних животных, выставки кошек, собак и других домашних питомцев. Конкурсы и викторины, посвященные им. Акции по сбору средств и кормов для животных, обитающих в приютах. И сегодняшняя дата призывает всех присоединиться к этому доброму и важному празднику. С сентября месяца наши магазины запустили акцию добра. Мы решили помогать госпиталю Белый Клык, единственный госпиталь в нашей Карачаево-Черкесии, который лечит и поддерживает бездомных животных, которые попали в трудную ситуацию. 5% от покупки в наших магазинах идут на поддержку тяжелобольных животных в госпиталь Белый Клык. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программа о самом главном. А в 14.30 смотрите «Вести Карачаева-Черкесия». Всем хорошего дня и встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова